На ремонт этой дороги потратили почти 65 миллионов рублей. Полностью переложили асфальт на пяти километрах трассы в Заиграевском районе. Также на трассе установили автобусные остановки и проложили два километра тротуаров в Анахое. Вы видели, там и пешеходные дорожки сделаны, и освещение сделано, дорога со всеми разметками, с остановочными комплексами. Вот так должно выглядеть в каждом населенном пункте, где проходит федеральная трасса или республиканская трасса. Везде дороги должны выглядеть именно таким образом. Однако у местных жителей все еще остались вопросы к дорожникам. И касаются они заездов во дворы и гаражи анахойцев. Асфальт на подъездных дорогах появился без учетов пожеланий жителей. Сделали всем одинаковые заезды, чтобы никому не обидно было. Заказчик это предусмотрел в проектной документации. А у кого-то два гаража, у кого-то один автомобиль, у кого-то два автомобиля. То есть тому нужно шире уже сделать. А земля муниципальная, то есть это уже не бурят регионы автодора земля. То есть прежде чем запроектировать этот съезд, нужно провести все кадастровые мероприятия. Я сейчас не готов сказать. Давайте в рабочем порядке. Хорошо. Вопрос с обустройством подъездных дорог обещают решить в ближайшее время. А вот сама трасса уже введена в эксплуатацию. И сейчас по ней проходят сотни машин в день, в том числе большегрузные авто. Была снижена очень пропускная способность, а интенсивность здесь практически такая же, как на федеральной трассе. Соответственно, все местные жители от этого и днем, и ночью страдали. На сегодня скорость увеличилась по населенному пункту до нормативной 40-60. И пропускная способность от этого увеличилась. За три года республиканский бюджет профинансировал строительство 29 таких дорог. Всего в программе развития их 80. Обустроить оставшиеся трассы планируют до 2019 года. Галина Соболева, Юрий Шабаганов, Первая альтернативная.